Ну, можно... Игру, наверное, можно разделить на два тайма. Первый тайм мы безобразно играли с развитием атаки. Наверное, все-таки это сложилось немножечко, что не получили полного восстановления, не подошли к игре на должном уровне физическом. И тяжеловато нам было сегодня при развитии атаки. Очень много ошибок было индивидуально, технического характера. Поэтому я думаю, что первый тайм сыграл вот эту самую главную негативную роль в наших атакующих действиях. Что касается второго тайма, постарались хоть как-то немножко нагнетать, создали пару моментов. Но этого мало. Соперник играл уверенно, разводил мячик с одного фланга на другой, играл компактно. Это тоже очень важно. Но я еще раз говорю, есть моменты, которые нужно использовать, это раз. Ну и второе, я, наверное, пожалуюсь, это все-таки на дне восстановления. Ребята не в должном уровне подошли. Два дня, три дня на четвертый тяжеловато играть. Тем более мы играли на синтетике. И переход с одного поля на другой, это, естественно, играет свою негативную роль. Поэтому я думаю, что сегодня можно дать скидку ребятам только на восстановление. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги. Пожалуйста, Александр. Денис, в расчетах рангу до конца сезона, сборный свет восстанавливается, потому что стадион не играет. Нет. Он через, как я слышал уже, через три недели уже будет ходить без палочек. Потому что сейчас попросили доктора не нагружать ему ногу. Вот. И через четыре недели уже начнет бегать. Поэтому все равно тяжеловато будет восстановление. Слишком долго. Поэтому связки есть связки. Нужно поберечь их, правильно подойти к игре. Давайте по игре, а не по Денису. Это другая команда. Нижний Новый год все-таки отдавался. В Лето там проиграли и в Томи, и в Курске, и Хабаровске. Но это сейчас на таблице, и на таблице все свои игры. Выигрывать надо. Выигрывать надо и показывать игру. Нельзя делить игру на два тайма. Сегодня мы сыграли первый тайм просто отвратительно. Просто отвратительно. Мы разрешили сопернику действовать так, как они хотят. Хотя мы на самом деле всегда действовали со стороны силы и не давали сопернику таких поблажек, как что происходило сегодня в первом тайме. В втором тайме они немножко подсели. Но и ноги даже у них стало сводить. Опять еще раз говорю, мы первый тайм провалили. Мы входили в игру очень медленно, очень долго. Поэтому еще раз два тайма совершенно разных. Только из-за того, что, как мы всегда говорим, первый тайм мы должны напречь, а второй добивать. Сегодня вообще ничего не получилось. Сегодня мы бегали больше без мяча в первом тайме. Митрий Николаевич, но многие журналисты говорят, что у нас один из самых легких графиков. Но с этим можно и не согласиться, потому что все команды бьются с теми, с которыми мы играем. И следующие, например, Сибирь сегодня обыграл Томи. Приедет к нам буквально тоже через три дня. Давайте возьмем самое простое. Против кого всегда тяжелее играть и против кого всегда легче играть. Играть всегда легче против команд, которые находятся вверху турнирной таблицы. Почему? Потому что они настраиваются по-другому, они любят играть в футбол. У них огромное удовольствие покатать мячи, разводить, играть, создавать комбинации, дать. Сами играют и другие играют. Здесь идет колоссальная борьба за выживание. Балтика, Сибирь, Армавир. У нас график. Вы все говорят, что у нас самый легкий. Поверьте мне, что самый тяжелый график. Потому что команда борется за выживанием. Это еще тяжелее. К нашей команде особое внимание. На нашу команду, командные соперники, они анализируют нас и настраиваются очень серьезно. Сегодня был хороший, интересный соперник. С двух сторон игра была и к этим воротам, и к другим воротам. Но, опять же повторюсь, выживание – это совершенно другое. Это раненый зверь. Поверьте мне, мы сейчас говорим, что «Ой, как легко, что мы не забили?» Там с тригона же начинает кричать, мол, что-то не нравится. Вы попробуйте раненого зверя укусить. И без одного места останетесь, как говорится. Спасибо. Будем ждать еще одного раненого зверя. Последний вопрос, пожалуйста, Сергей. У нас правым защитником играет опорный полузащитник. У нас с правым центральным защитником играет опорный полузащитник. Как вы думаете, легко нам играть или нет? Нам не хватает немножко уверенности в обороне. Это тоже очень важно. Это тоже один из самых главных аспектов, когда ты имеешь спокойствие сзади, и уверенность впереди появляется. Но когда у тебя напрягают постоянно, и ребята, не привыкшие играть на этих позициях, это довольно-таки трудно. Поэтому появляется нервозность, появляются какие-то определенные моменты. Я еще раз повторюсь, вы посмотрите в состав. У нас ломались и Полиенко. Игнатович не подготовился. Он только после травмы вышел практически, после того, как его прооперировали с горла. Поэтому у нас футболисты постоянно ротаются. С нападающим у нас чехарда происходит. Ни один нападающий зацепиться за мяч конкретно не может. Это тоже очень важный аспект. Поэтому и стараемся выжимать из того, что есть. И то стараемся, и получается. И выиграли в «Зените». Неплохо сегодня во втором тайме смотрелись. Вы поверьте мне, они играют одним составом. У них хорошая команда, интересная команда. У них Портнягин зацепился сегодня за все мячи. И потом вышел, извините меня, футболист, высший лигер, Дидюн. У нас таких нападающих нет, которые могли бы заменить Делькина на таких же, даже просто. А он выпустил двоих. И они стали цепляться, они стали... Плюс саблинов, и они рослые. Мы стали играть, сбились на их игру, немножко на их игру. Мы головой-то не умеем играть. У нас Артур, они себя выбивают, выбивают в сторону Аюпова. А там рядом саблинов метр девяносто чем? Девяносто пять. Девяносто пять. Нормально. И то у нас Носов один раз у него выиграл. А у Носов, извините меня, у него рос сидящие собаки тудили, когда поставят вот так. И он выиграл у него один раз головой. Правильную позицию выбор просто. Все, больше ничего. Я вам серьезно говорю, играть против высокой команды довольно-таки тяжело. Мы не готовы. У нас Хребков, это не футболист, который умеет играть головой, хорошо играть головой. Федорев, это не центральная защита. У нас центральная защита сегодня как таковая. Вообще нет. Два опорных играла справ. Тяжеловато, тяжело, реально тяжело. И еще плюс меня напрягают некоторые моменты, которые в тренировочном процессе мы разговариваем, говорим, наигрываем и делаем. Но почему-то в игре ребята этого не делают. Вот это меня больше всего напрягает. Вот это сегодня меня больше всего напрягло. И есть еще один азбек. У нас самое главное, чем мы хороши всегда были. В прессинге. Против нас невозможно подыграть. Вообще невозможно. Вы говорите про Зенит, что у них было 75%. Сколько раз они ударили по вороту? Нисколько. Ну, один, два, там, может, головой, там, еще как-то поборолись. Но, как таковы, мы не даем с команды соперников бить по нашему вороту. Потому что любая передача, которая идет, мы сразу вступаем в прессинг. Как собаки, он и накрывает. Вы же видели, когда в детстве ты играешь с собакой, да? Допустим, передаешь мяч одному к другому. И она сразу на него накрывает, сразу бежит к нему. От одного к другому. И мы такие же. И мы тоже так же не даем сопернику играть. Футбол, нормальный футбол. Но когда мы с мячом, мы должны расставляться. Мы должны расставить соперника так, как нам дома. У нас пока этого нет. У нас нет очень мало квалифицированных. Не то, что квалифицированных, а то, что ребята, чтобы заставили себя делать то, что мы просим от них. Как только они выполняют одно действие, вы помните, голову мы забили, когда забил Полиенко дома. В штамбу, когда попал Полиенко, опять, это наигранные комбинации. Наигранные комбинации. Мы их делаем, мы им делаем постоянно. Вы представьте, четыре раза в неделю делают тактические действия. Они меня идут в голову не называют, поверьте мне. Я вам серьезно говорю. Но вот опять то же самое. И ума несколько можно. Поверьте, только в игре отдельный момент за всю игру. Значит, может быть, что-то мы будем немножко пересмотреть по-другому. По-другому назвать меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.